Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там все норм Вот так вот Опоздал я сюда, короче Как всегда мы заехали В какие-то ебеня Вот сейчас будем Смотреть О! Как всегда развалины И вот домик есть старый Для любителей закопанных Городов Домов Но этот домик все-таки просто просел Наша версия такая Я думаю, что он просто проселся Ну конечно, что тут, блин Скорее всего, мне кажется Не, сейчас я камеру выпил Я здесь Волшебная дорога А это у нас что, дача? Нет, это как раз Силу Лаптева Ну, кстати, дорога, она вот сделана из плит Ну это я уже ощущаю потряски телефона Бетонные плиты И вот Ну они как бы Получается Ну тоже специально Давно-давно не выложены Эта дорога вот как раз идет Туда дальше В поле В поле И там Непосредственно К разу в нем Открытся вот эти вот Интертехнические сооружения Созданные Ну Непонятно кем Либо нашей цивилизацией Либо какими-то Тотусторонними силами Сверху Ну то есть Масштабы грандиозные Во-первых Вот Во-вторых Для чего Тихо Пауза И в этот раз Как все и просили Я ему рот не закрываю Рассказывай Рассказывай Вот О том, что Неизвестно кто Это все сделало С какой целью Да Ну как бы я понимаю Если бы у нас здесь Бананы росли Или еще что Ну Да там можно будет Поливать картошку У нас воды Я не знаю Она вон Не успевает Высыхать там В поля У нас Как Лаз рис Можно выращивать Как вот Где-то Китай Китай, да Зачем еще поливать А Главное Погодные условия У нас не позволяют Какие-то Такие там Наразить Поэтому Это сделано С какой-то Другой степень И сегодня Сегодня Выясним С какой Правда Странно Это сколько Они плит Вложили Она поднятая Она Ну Видно Что она Насып Насыпанная Сюда Насып Еще немножечко Щемет Чуть-чуть Нужно асфальт Она Она Поднята От земли Такая Дорога Либо К населенному Либо Какому-то Важному Объект Посреди Поля А Кстати Вот Вот те самые Про которые Я говорил Из земли Торчат Не знаю Вот Из земли Торчат Из земли Торчат Из земли Торчат Из земли Трубы С фланцами Под Задвижки Ну Задвижки Соответственно Украдены Украдены Тут Наверное Не видно Вот То есть Здесь Было Ну Как бы Искусственное Нарушение Сделано Под этими Всеми полями Вот В ту сторону В эту сторону Проложили коммуникации Ну то есть Допровод И здесь Был какой-то полив Ну то есть На ту сторону На эту Было все вот это сделано На какое-то расстояние Самое главное Где это То есть В поле Каком-то Лаптево Чего тут такое Они собирались производить Выращивать Я не думаю То есть Вот Ну Задвижки Украдены А Не Ничего Осталось Сейчас Конечно Ну Что-то Непонятно Оно Как Газоновое Нет Что-то Вон Пахали Но Давно Если Не Пахали Ну Да Ну да Можешь начинать говорить Ну вот А Сейчас Не видно Не Ну я могу переключить Стоп Да что ты будешь делать Я не туда давлю Все Вот Видно Здесь Такие еще проложены Мелиоративные каналы Тоже как-то Ну Отсушение Производилось Вот С той стороны С этой стороны Тоже есть Вот То есть Они Во-первых Идеально ровные И По ширине Ну конечно Они уже заросшие Но Все это Как бы Видно Ну Ну вот Он идет По карте Канал Его видно Поехали дальше Едем дальше Ну Значит Вот Браконевство Наказуемо Ха-ха-ха Написано Да Ведется Тут Видео Наблюдение С чего Со спутника С квадрокоптером Наверное Ну Квадрокоптером Ты нас не напугаешь Ха-ха-ха 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 А что-то Я на карте Не наблюдаю Этого волшебного А Это вот он таким Этим Вот это он что-ли? Да А А Ну вот видишь Я вот и не знал Что здесь такое есть Да Да Ой Да Тут вон какие-то смотрю О смотри А Так мы Каким-то этим Торфяным то подъехали Ну Ладно Сейчас разберемся Вот где-то здесь мы Ну что Выходим Или что Да А ты там Не развернешься Парком Нет я вообще Идем В общем идем мы Вон туда Ха-ха-ха Мы взяли с собой Контрабас Да Будем играть А На самом деле У нас здесь репетиция Чтоб нас никто не слышал Ха Затыкай Не затыкай Ну не затыкай Сашка Папа? Нет А А Представьте Где мы находимся В каком месте То есть тоже у нас Вокруг Ээээ Какие-то поля Какие-то это И смотрите что у нас На заднем фоне как у меня говорит ребенок тадам какое-то здание мы сейчас идем туда контрабас нас зачихли он пока но это пока значит сейчас мы выяснили для чего нам нужно было это здание да мне кажется все уже мягко говоря и украли так я так понимаю сзади меня это чудо фрук да водохранилище которые был создан искусственным путем для орошения чего-то чего-то да сейчас и там кстати о собачках а может быть это волки а может быть и в общем ладно полазим вот такая здесь не знаю как это назвать гараж как будто был но что-то было приделано в общем помещение маленькая но суть по всему отсюда трубы выходили да и какой-то бард чего-то грувого ну да так никак наверно замороженная было да и все на зиму ну может кто-то и жил здесь чисто случайно мы обнаружили что здесь присутствует жизнь так так нехило так я пополню обоему патроны давай кого будем давай пабан я против того чтобы стрелять по птицам по большей части хорошего то мне ничего не делали так я нам чё поставлю пепси сюда и как я всегда беру компания пепси должна мне деньги за рекламу так как вот туда мы будем пробираться мне вот это интереснее тут слушай тут есть бревнышко но тут кусты а я мачету не брал с собой я подумал что она нам не понадобится ну да я колющее режущие в этот раз не брал я попробую попробую специальную дальнюю ну сейчас зимой я еще зимой не использовал только в летнее время я ее приобрел недавно ну довольно таки хорошая винтовочка кроссм называется вот такой удобный приклад ложа дерева энергия СО2 маленький баллончик вот там стоит баночка видно няа темнота дожди давай вот так вот так должно быть видно она вот на последнем стоит с правой стороны на последнем вот стаменте видно? ну по крайней мере попал вот она родимая можно вообще попробовать вот так снимать как то вот так вот ты мне главное не попади в телефон так свисаем вот какие то тряпки свисают с этого потолка вот которые самые крайние в центре вот чтобы попал вот вот все сейчас я буду пробовать стрелять ни разу не стрелял из такой ну а что делать всегда когда то надо учиться так технику на тебе привык так подожди а почему стрелять выбери объект ха-ха-ха-ха слушай я из оптики последний раз знаешь когда стрелял это были эти советские аппараты вроде попал а вроде нет ха-ха-ха ну как говорится первый раз ха-ха сюда бывает первый бобер говорит живет пойдем посмотрим раз тут живет бобер али бобер хо-хо я чуть не упал да тут интересно нарыто не провалиться вы куда но это вот вот это вот сливные какие-то каналы вот эти орошение как бы вот мелиорация осушения они наверное тоже как перелив с основного водохранилища вот то есть они вот уже наверное сливались вот вода была перелив ну и плюс с полей тоже то которое самое низкое место а поля выше и соответственно вода все равно стремилась сюда в эти каналы что теперь теперь мы пойдем к самому так называемому да мы там не пройдем нам кол надо тут либо прыгать либо вон там есть это перейти где можно но там получается что не но если мы попадем на ту сторону мы с той стороны просто обойдем и все а вон и кол торчит хлюк вот да прыгать не охота резина какая-то вот вот мы на пороге можно сказать как говорится апофеоз нашего путешествия сегодня водохранилище самое самое непосредственно его ограждение стена либо это воронка от ядерной какой-то бомбы 19 века полезли мы оказывается здесь ручеек вот такой а не как там канавище лезем на гору вот значит что мы видим либо это какое-то гидротехническое сооружение вот а значит мы залезли как говорится на гору и вот перед нами смотрите представила такая картина значит идеально ровное сооружение гидротехническое вот выверенные то есть по всем законам то есть а я не знаю как это выглядели с космоса но вот отсюда нам кажется что это идеально ровный квадрат вот значит между прочим здесь лед тоже как бы идеально ровный и благодаря своим возвышениям сюда не попадает ветер значит другу другу вот смотрите другу левее вот либо либо это была какая-то стартовая площадка и подо льдом скрыто какой-то ну все механизмы допустим нахождение ну то есть вот этого всего то есть мы находимся на большом удалении довольно таки от населенных пунктов а самое главное от районного центра то есть и здесь просто в поле создать такое я не знаю для чего это было сделано но мне кажется что значит подо льдом данного озера находится какая-то механизма для стартовой площадки да короче прямо вот идем дальше смотреть идем дальше смотреть сейчас мы его полностью обойдем ну давай и просмотрим ну что здесь у нас пошли тогда уж по часовой стрелке вот так нет вот так это сооружение создано как бы потусторонними силами поэтому мы идем наоборот ну мы же не колдуны наоборот как наоборот справа ну пошли кстати смотрите мы пошли опять же на правую сторону тропа с нами значит мы здесь что наблюдаем что значит следы следы внимание обратите внимание человеческих следов нету человеческих там нету наоборот 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 вот смотрите вот моя рука с мою руку собака видите а зверь либо это оборот ну опять же собака собака вот здесь значит потом мы вам покажем где мы находимся ну через геолокацию значит населенных пунктов вот ну ближайшем ну я знаю километра вот опять же покажите все ну что у нас вокруг вокруг нас практически один лес собаки собаки на полтора два километра от деревни от какой то есть населенного пункта они что им здесь ловить то что тут нет тут нет ни еды ничего тут либо значит это собака динго либо волки либо уборки заяц да согласен без понятия может и заяц вот смотри да с той стороны тоже что то все взальто значит мы с вами зашли практически до середины объекта можно теперь так называть объект значит смотрите посередине у нас находится идеально ровный круг идеально ровный круг а а а то есть лед вокруг него ну то есть но посередине посередине он какой то беловатого вида и ровный круг значит подо льдом а а то есть нечто а а придавший ему такой диаметр и соответственно окраску либо там ну что то маслянистое может быть какие то там а кислородные выпуски то есть значит глубина просто там больше но будет более похоже на шахты для ракет ну к примеру я просто имею ввиду вот идем дальше мы обнаружили какое то бетонное сооружение ну довольно старое такое вот оно сейчас мы подойдем к нему и посмотрим что это пока нельзя сказать конкретно что ну что оно из себя представляет для каких целей оно было нужно но мы сейчас с вами это выясним да кто его знает но лапы то большие вот оттуда и лезли а вот смотри только мне значит это довольно глубокий но края видно обожженные как будто черный свет возможно это была какая то может быть тоже стартовая площадка или просто это бункер а вот подойдите сюда вот видно виден какой то ход возможно это ход для того чтобы можно было покинуть этот бумпер после того как совершить какие то действия незаметно под землей а выходил он скорее всего там в лесу вот вот наведи камни туда ага вот ну а здесь был наверное какой то заход и какая то крыша но сейчас течение времени все это конечно постарело а гнило обросло мухом но время не щадит ничего и никого идем дальше тихо я снимаю просто уже вон видите стоят столбы видно на видео или ну видно видно сейчас я покажу вот он да вот вот один столб следующий и следующий столб это линия электропередач самое главное где оно стоит как вы вообще там могли поставить посреди воды посреди воды в болоте таком ну вот смогли смогли главное да как то труба то ровно срезана да кстати мы обратили внимание что ну труба как бы шла и здесь ее как бы нет как бы срезана она практически ровно кто это сделал и для чего может быть она представляла какую-то угрозу опять же труба по ней проходили какие-то то есть она идет туда дальше и что там дальше мы пока не видим ну и добраться соответственно мы не можем потому что здесь как вы видите все размыто а лед некрепкий вот с какой целью это было сделано мы не знаем но явно что это сделано не просто так что есть перспектива научиться быстро бегать до машины прямо вот по этой дороге так что возможно мы сейчас увидим чьи следы не я не брал мачет я только фонарик взял этот который как бейсбольная бита и то он в сумке за спиной им особо не отобьешься ну ладно если чё а вот смотри он там тоже поход какой-то длинный такой слушай а что за дорога а вот прям дорога вот 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 она вот эта дорога смотри ровная ровная щебенка насыпано даже возможно но это не канал ты думаешь не канал нет значит ну видели да то есть широкая ну как две полосы вот на трассе то есть щебеночная вот там и главные деревья высажены так покажи деревья видно ну на телефон плохо видно ну ладно ну там до этого было видно что они ровной полосой по обоим сторонам и главное с деревьями либо ну я не знаю для чего тут две полосы машин не будут здесь ни трассы никакая либо это подъезд для тяжелой техники ракетных тополей там либо здесь какая-то стартовая площадка и они оттуда там еще раз не 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 да хоть вот так на переднем без разницы в этом без разницы видно и деревья деревьев высажены вот так то есть летом там вообще ничего не будет видно там вообще ничего не будет видно тут надо вот вот она чуть назад надо сделать зачем вот оно как раз ее видно вот она ровно с деревьями прямо нет у тебя сейчас зум такой но по его по 2 нет да да вот вот так ну вот да не вот оно как раз в середине в квадрате ну там квадрат на видео не будет куда дальше прямо уходит вот эта дорога кто-то ходил и это не мы мы только что обнаружили эти следы только что обнаружили эти следы ну до этого мы видали следы какой-то вот фаван из хроники Нарнии ха-ха полу блять да короче свина копыта какой-то бараноподобное суть то не в этом вот наши следы а вот здесь заканчиваются чьи-то не-не-не я вспомнил это это скорее всего это чел медведа-свин ага ты бы еще этого вспомнил как он там скозложоп был да в саус парке так я как бы рассчитывал что здесь надписи типа радиация опасно баяхазард написано а это всего лишь мишени по которым стреляли охотники ама же дали как вон на той кресты то есть это здесь наверное страна ну типа неоязычники на какие-то здесь у них нет креста ладно полезли снова в гору сейчас мы нашли артефакт любят потыкать что в индии все хуёво есть такая картинка в одноклассниках это общественные туалеты индии вот общественные туалеты россии посмотрите ахахахаха внимание внимание здесь можно поставить значок биологические угрозы потому что просто так нельзя скрывать там может находить вот мы пошли почти пришли ну туда где мы оставили пепси развернемся опять там но ты закрыл дорогу там за не видно ну да да видно вон там мы оставили петь сейчас не дойдем и заберем его а а потом потом прогуляемся до следующего следующего здания следующего объекта короче объект мы когда саньком катались на велик ты чего не слышал про какие-то катакомбы в районе новой жизни на мужик какой-то как ты любишь говорить предположительно на каком-то метеоритном озере посреди леса потому что она очень круглая сказал что идеальный район до идеальной круглой формы как мы с тобой там в болоте с островом было точно такой что к без острова вот этому асфальту лет но я так думаю что больше чем мне сто процентов посмотрите в каком он состоянии просто за ним никто не ухаживает за ним его не тут никогда в жизни не подметает он вот как сделан так он и есть он идеальный вот такой момент ну в общем смотри он нам говорит что там где-то якобы есть какие-то к таком какие к таком бы чего мы никогда про них не слышали ты чем про это знаешь надо у кого-нибудь узнать и съездить туда поснимать ладно а а вон и наша бутылочка пепси а вот и здание идеально круглыми с идеально круглыми пробоинами в стене не иначе от метеоритного дождя мы забрали нашу полу мы пойдем сейчас точно такому же зданию которое находится где-то здесь тоже недалеко вообще здесь много пока мы не выяснили для чего здесь они здесь нужны и для чего здесь столько много вот поэтому продолжаем вот эта будочка она такая же как-то в которой мы стреляли принципе тут особо смотреть нечего когда мы не полезем внутрь мы не пойдем а там вот она дорог такие одинокие деревья и и и надо было мне присоску взять для телефона на стекло сейчас бы раз закрепили и ехали и вот та блюдкая начинает появляться издали и 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 здесь эхо вот они скинхедовские символики хотя кто-то скажет что это мишени слушая из чего-то крупного они стреляли смотри пробоины какие так что здесь вот как-то так чем у нас другом месте ну да тут один в один то же самое вот полюбуйтесь говорю то же самое один в один но да ничего нового ничего старого поэтому я думаю можно приводить да хрен его знает куда да это все скорее да не то что до вышки вышка т.т. это стоит наверное как его там это хотя не это не как она там высокого не там или она у нас он там должно быть с той стороны до фиг его знает тогда где пойдем пойдем здесь мы видим попадание от пуль судя по всему здесь но был какой-то бой были скинхеды либо я не знаю кто кто-то оборонялся и те наступали и как говорится судя по отметиному скинхеды был довольно таки жаркий опасный в той церквухе у железки нашел на гугл карте вот походу сейчас я туда попаду чуть дверь не оторвал сейчас я дорогу сниму ну так ты разберешь что коряки а видно да я уже снимаю слева от нас мы увидели странного рода курганы тоже что не закопано потому что зачем делать такие здоровенные большие насыпи на границе с лесом но их много они не просто как одно сплошное какое-то вал они как отдельно стоящие вот если допустим проехаться немножко назад то есть там есть вот туда дальше вот они идут и идут и идут и идут и идут и идут на курганы то есть вот раз нас и два три четыре и туда не уходит и вперед и с той стороны до чего сделано какой цель нам неизвестно но посмотрите мы уже конечно не пойдем можно только предполагать конечно мы нашли где льется какое-то дерьмо вон ну да дерьмо со свинарника льется а может не со свинарника как говорится место жуткое играет музыка в машине youtube ее потом воспринимает как авторское право даже если там кусочек да и те либо отключают звук видео либо вырубают слушай а у тебя вон там другого видео там нету где ты снимал вот такой крозер черный но с этим сейчас мы подъезжаем в деревню Терховица как-то в одном из видео я снимал дорогу говорю здесь постоянно улетают машины вот мы как раз сейчас подъезжаем к этому месту и здесь резкий поворот и поэтому когда здесь пьяные водилы гонятся у Владимира в Камешково они улетают вот сюда прямо а поворот он вот получается и вписываются и все в основном все улетали насмерть тем кому повезло выжить те теперь ходят довольные и счастливые люди будьте аккуратнее когда едете через деревню Терховица Терховица точнее подъезжаете самое интересное что сколько там машин то 200 за нашу дужу что там разбилось не просто реально много знакомых улетело но все это от невнимательности нет понятно что от невнимательности но все равно сторонние силы на куда месту нет вот я сейчас к этому и подводил говорят там якобы было кладбище но я что то сомневаюсь что там было кладбище мало вероятно это к вопросу о кладбище да едем как так называют сейчас мы когда будем подъезжать к Камешково но получается тоже едем по трупам сейчас будем выбалтывать секреты Камешковской этой как ее назвать так история когда во время войны пленных немцев привозили сюда получалось как их вываливали из вагонов зимой зимой их вываливали из вагонов прямо трупы замерзших и чтоб не париться их хоронили прямо тут дороги еще раньше не было дорога была до Бярькова а до Бярькова она поворачивала налево и по старому переезду но мы по нему тоже ходили там у меня где то есть видео кому надо тут посмотреть и туда машина ехала в город и так как там еще асфальта не было вот этих всех пленных немцев сваливали туда ну соответственно мы ездим по трупам немецкое кладбище что в лесу оно сделано там тоже реально были похоронены люди там раньше лежали прямо могилки отдельно плитами были покрыты сверху там надписи были на немецком на них потом это все перестройку разворовали все плиты утащили кладбище переделали несколько раз и осталось то что осталось по второй версии событий ну это мало вероятно на мой взгляд что якобы закапывали тоже пленных немцев в районе того немецкого кладбища у леса но я думал гаишники стоят но закапывали их это в поле между Малаурсовым и вот этим ну где база короче купец стоит вот там где-то почему мне кажется маловероятным но проще было их о как раз сейчас проще их было действительно закопать вот здесь потому что там фонари светятся как раз там вокзал был чем вести их туда тоннами и закапывать в том поле то есть вот моя бабушка говорила что они похоронены вот под этой дорогой когда здесь не было вот этих всех предприятий что тут вот стоят и так далее но кто знает как на самом деле копать нам здесь не дадут да мы и не собирались а это вот наше обычное кладбище вот как раз она говорила чуть подальше от этого кладбища напротив железной дороги не доезжая вокзала что ты на вояж хочешь здесь а а а а а